Мечтала стать врачом с детства. Выбор профессии Анастасия Вулих сделала после того, как еще ребенком попала в ВДКБ. Она лежала в том самом отделении, где сейчас сама лечит пациентов, а ее врач теперь коллега и наставник. У нас узкопрофильное отделение, тут заболевания дыхательной системы рассматриваются, то есть лечатся, и аллергические заболевания. Ну, как правило, это бронхиальная астма, пневмония, бронхиты затяжные или рецидивирующие, крапивницы, отеки, кримки. Анастасия Вулих – молодой специалист. Девушка работает педиатром в областной детской клинической больнице три года. Здесь же она проходила интернатуру. Первого пациента вспоминает с особым трепетом. Он поступил с вирусной инфекцией. Осознание, что я врач и что я несу ответственность самостоятельно и отвечаю за этого ребенка, конечно, было очень волнительно. Правильно надо было подобрать слова для мамы, чтобы она все поняла и объяснить, чтобы не волновалась. То есть самое главное еще успокоить же родителей, потому что если присутствует момент волнения, и лечение иногда может быть не совсем верным тактически. Девушка признается, что в это время года всплеск пациентов. Заняты 35 коек из 38. Это дневной стационар. Дети находятся в отделении круглосуточно, причем работать приходится с абсолютно разными возрастами – от трех месяцев до 17 лет. Если мы говорим про асму, то есть это хроническое заболевание, здесь нужно добиться стабилизации, научить родителей этого заболевания принимать, научиться с ним жить, понять, что да, оно хроническое, но оно хорошо управляемое. Что касается пневмонии и аллергических реакций, достаточно благодарные заболевания в плане лечения, то есть их, если правильно подобран терапией, они достаточно хорошо вылечиваются. Анастасия отмечает, что залог успеха в отзывчивости и профессионализме. Повышением квалификации она занимается регулярно в рамках системы непрерывного образования, а по сложным случаям не стесняется обращаться к коллегам. Ведь главное – здоровье ребенка и возможность как можно быстрее помочь справиться с болезнью. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, Телекомпания «Город».